Привет, политик! То есть вы платите удвоенные проценты, которые вам отложены, и плюс на них еще накрутили проценты, вы их тоже обязаны заплатить. И очевидно, что с учетом того, что население не выходило на работу, сидело дома, не имело доходов, и у кого-то таких сбережений не очень много, значительная часть нашего населения не в состоянии будет заплатить банковские проценты, тем более вернуть кредиты. Ну, скажем так, консервативно мы так оценим. Минимум 30% населения не будет в состоянии оплатить проценты и вернуть суммы кредитов в июне этого месяца. А баланс банков завершается полугодием. По итогам июня, первого июля, они должны затем показывать финансовые результаты, показывать свою отчетность. Итак, анализ простой показывает. Я анализировал банковский сектор, что банки будут иметь дырку, убытки. И для того, чтобы эти убытки покрыть, им нужно влить собственные ресурсы от акционеров в капитал банков. Чтобы банки просто стояли на плаву, в июле в капитал банков должно быть влито минимум 3,5 миллиардов долларов. А если банки хотят продолжать кредитовать экономику страны, нужно влить еще столько. Вот представьте, около 7 миллиардов долларов акционеры должны влить в капиталы своих банков. А вы знаете, что эти банки в основном назарбаевские. Если это не сделают, банки покажут убытки. Рейтинги агентства уронят, рейтинги банков. Регулятор потребует, чтобы они эту дырку закрыли. Если они эту дырку не закроют, что ужасно, вкладчики, по сути дела, не смогут вернуть свои депозиты. Я не случайно полтора месяца назад, по-моему, или два месяца назад заявлял. В июле банки Казахстана испытывать будут гигантские проблемы. И много банков просто рухнет. Рухнет, если правительство не окажет быструю поддержку. И денег-то на самом деле ограниченное количество. Ну как это? Каждый месяц вливать бюджет страны из НАЦ-фонда по полтора миллиарда долларов. Но НАЦ-фонд он не резиновый. И по моим оценкам, они только бюджет могут поддерживать максимум до конца года. Потом наличных денег в Национальном фонде не будет. Там разные ценные бумаги, которые не так просто превратить в реальные деньги. И они куплены акцией, облигацией и все прочее, которых превратить в живые деньги, в доллары. И это не так просто будет. На международных рынках занять деньги будет непросто. Я хотел бы еще, кстати, отметить тот факт, что правительство страны заявило о том, что государственный долг увеличится еще на 5%. Приблизительно 7,5-8 миллиардов долларов правительство заявляет, что увеличит свой внутренний долг. Неважно, где займет, на международных рынках, внутри. На международных рынках много не смогут занять, значит займут внутри. Где займут? Займут у Национального фонда. Не случайно Министерство финансов объявило, что они хотели 3 миллиарда привлечь на международных рынках, но типа решили не брать. На самом деле они просто не смогли, им просто не дали денег. И вот эти 3 миллиарда сейчас они возьмут у Национального фонда. Вот, в смысле Национального банка, извините. Возьмут именно у Национального банка. Они выпустят ценные бумаги и на 3 миллиарда Национальный фонд их купит и опять будут закрывать дырку. То есть денег Национального фонда и Национального банка хватит в лучшем случае, чтобы продержаться до конца года. Покрывать эти дырки. Но тут приходит привет со стороны банков. В связи с тем, что вы сидели на карантине, у вас не было доходов, вы в июне не будете в состоянии оплачивать проценты. В октябре по итогам 9 месяцев в банках будет вообще катастрофа. Размер дырки будет составлять минимум 15 миллиардов долларов. Это в банках Назарбаева. Ну и как практика показывает, эти люди работают по системе Ниппель. У них все в одну сторону качается. То есть они крадут деньги, уходят в офшоры, но обратно они никогда не придут. И поэтому же ясно, что банки Назарбаева опять будут тянуть деньги откуда? Из Национального фонда, из Национального банка. Там денег уже столько не будет. Если они не сделают то, что я рекомендую. Одним словом, в июле в банках будет плохо. Вкладчики могут потерять свои деньги. Да, они пока в июне искусственно будут держать и возможно в июле. Но возможности у них таких хватит максимум до осени. Вы знаете, что средний курс, который правительство заложило, индикативно, что за 1 доллар 440 тенге. Ну сейчас приблизительно уже почти 400. Что это значит? Это значит, что сейчас если средний курс где-то около 4.10 за доллар, где-то приблизительно в сентябре они могут девальвировать минимум на 30%, 20% курс будет за 1 доллар 500 тенге. Но в среднем по году получится, что как бы 440. То есть, например, в сентябре девальвируют, сделают 500. Но до этого, в связи с тем, что курс был 400, по итогам года получится как бы 440 средний курс. Вот уже сам механизм, то, что они заложили средний курс 440, говорит о том, что правительство прекрасно понимает, что они не удерживают эту ситуацию и в какой-то момент они хотят девальвировать. В какой момент? Я хочу сказать следующее. Угадывать их бесполезно. Мы можем только считать по размеру истощения национального фонда страны, национального банка. Это я буду вам регулярно рассказывать и предсказывать, и говорить, что они, когда они смогут сделать. Итак, уважаемые друзья, экономика в плохом состоянии. Бюджет страны дырявый. Минимум полтора миллиарда долларов каждый месяц. Эти деньги вытягиваются из национального фонда. Минимум. И сейчас вы вышли на работу, вы увидите, что у вас нет клиента, вы не будете нести убытки. Вы уже получили убытки, руководитель предприятия. Эти убытки вы будете покрывать какими-то действиями, которые вы сейчас производите, как бы работаете. Прибыли у вас не будет. Сотни тысяч людей будут выброшены на рынок труда. Да, министр труда вообще интересный сделал заявление. Типа раньше у нас было безработных 4,5%, а сейчас будет 5,8%. Типа чуть больше на 1%. Это ложь. Это ложь. Безработных будет миллионами сейчас формироваться, будет выбрасывать на рынок. Это вы увидите и уже знаете, что это происходит. Теперь, что нужно делать? Я все это негативный сценарий рассказываю, но я же должен объяснить, как все-таки выровнять ситуацию. А выровнять нужно очень просто. Нужно, чтобы люди получили доход, чтобы их не сокращали, чтобы малый и средний предприятий, бизнес работал. В первую очередь, мы же говорим, что у людей нет денег. У людей нет денег на жизнь. С работы многих сократят. У людей нет денег, чтобы заплатить проценты банкам. Соответственно, банки, не получив эти деньги, начинают попадать в труднейшее положение и не возвращают деньги вкладчикам. Какой выход, вы меня спросите? Я сейчас делаю совет, как я регулярно об этом говорю, не для того, чтобы помочь режиму Назарбаева удержаться. Нет. Я вижу, что этот режим Назарбаева неизбежно упадет. Они не справятся с этими проблемами. Они не могут даже 42 тысячи тенге выплатить. В итоге один месяц поработали, а потом переложили его на сами предприятия, которые и так уже лежат. Они несколько месяцев не работали, и их обязывают, чтобы они заплатили минимальную заработную плату людям, вместо того, чтобы взять ответственность на государство. Тем более, ресурсы есть. Поэтому мы видим, что эта политическая верхушка Назарбаева такая, абсолютные патенты. Они не думают ни о людях, ни о бизнесе. Они просто делают какие-то инстинктивные движения, притом, скажем, не соответствующие требованиям времени, не соответствующие тому, чтобы просто спасти и людей, и экономику. И что же все-таки делать, чтобы спасти ситуацию? Все очень просто. Мы объявили, что 6 июня мы организовываем митинги по всей стране. И наши экономические требования следующие. Каждому гражданину, независимо от того, младенец, или он где-то работает на предприятиях, получает ежемесячную зарплату, независимо от того, что пенсионер или он студент, каждому выплатить по 50 тысяч тенге. Между прочим, в России детям выплачивают до 15 лет по 10 тысяч рублей, что составляет порядка 150 долларов. И 150 долларов по текущему курсу, это было бы не 50 тысяч тенге, как мы предлагаем, а все 60 тысяч. То есть в России эти выплаты делают. Пример есть. Итак, мы считаем, что каждому гражданину нашей страны нужно выплатить по 50 тысяч тенге за май, июнь, июль и август. Это позволит людям находиться на плаву, перестроить свою жизнь, оплачивать свои расходы, коммунальные и другие расходы, не впадать в панику, в депрессию. Это не приведет к каким-то смертям. Более того, эти деньги будут вливаться повсеместно в экономику по всей стране. И таким образом, действительно, тогда предприятия не будут увольнять людей, потому что их товары будут продаваться, услуги будут оказываться. Эти 4 месяца минимум предприятия будут на плаву. Это первое. Второе. Необходимо заплатить за эти же 4 месяца, май, включая август, оплатить проценты банкам. За этих людей, таких граждан, заемщиков, 7,5 миллиона человек, плюс оплатить проценты бизнесу, банкам. Тогда что получится? Получится, что люди получают передышку, даже те, кто потерял работу, или даже кто имеет, они все получают передышку, определенный денежный запас, потому что получают деньги, включая младенцев. Эти средства позволят людям как-то перестроить свою жизнь, перестроить свой бизнес. 4 месяца это достаточный срок. За это время, безусловно, какие-то положительные изменения произойдут в мировой экономике. Самое главное, что когда это будет сделано, вся экономика будет функционировать. И плюс для Назарбаева, если государство оплатит проценты и бизнесу, и людям, банки не будут в июле иметь плохой баланс, показывать убытки, и не нужно будет вкладывать туда 7 миллиардов долларов, чтобы спасти банковскую систему. Вот что поможет изменить ситуацию в нашей стране, сбалансировать, собственно, вашу жизнь, экономику, и спасти банковскую систему, пусть даже Назарбаевскую.